Всем привет, друзья! Ну что, Инферно покажет, кто здесь папочка, готова ли Virtus.pro к серьезным достижениям, либо Лимандокс будет открытие 2013 года. Инферно покажет, кто онлайн-герой в этом матче. И пожелаем опять удачи хорошего пинга Адрану, чтобы он сейчас попадал. ВП начинают за атаку, ну давайте смотреть, короче, что из этого выйдет. Эко-раунд у Virtus.pro. Слушаю, а где тиммейты на мини-карте? А их не видно на мини-карте, потому что компания Valve, когда фиксила Диггл, забыла пофиксить Гол ТВ. Потом она пофиксила Гол ТВ и перефиксился Диггл, и, короче, там у них вообще история целая, наверное. Вообще, ни своих, ни врагов не видно очень вот только сейчас. Да там вообще ничего не видно, просто смотришь в радар, видишь фигу, короче. Видно только по засвету от именно этого игрока. Ну ладно, сейчас, скорее всего, могут забрать здесь Досиана, но он забрал Сайпель до этого момента. Причем, посмотри, какие девайсы покупают, Лимон Докс, Шотган, МП, МП-хи, МП-хи. Просто численным преимуществом можно будет законтрить. Но пока, как видим, Адерон и его терпение просто поражают. Давай смотреть, здесь пистолет, на самом деле, в это время Берга на Коцаре, Твист очень хорошо играет с этого девайса, но очень быстро убегает по первой же инфе, по первому же топоту и занимают Плент, Вирту Спрой. И, наверное, поставят бомбу, Твист дает уже хэдшот Факсу. Опять он дал с пистолета, проблемы у Вирту Спрой на эко-раунде. Адерон неплохо, Вейвер сразу его забирает, ну и уже выбивается Плент Лимон Доксами. Это, скорее всего, может быть 2-0 уже, Дангл не успевает, наверное, на точку, хотя он с Бизоном. Капитан фиш. А ну подожди, подожди, он не подпустит. Ах, нет, Берга. Да я вот рейты пофиксил, мы, оказывается, смотрели на 60-х рейтах. Голтовая жесть, жесть. Да, жесть. Ну и на самом-то деле мы уже должны начинать, наверное, на третьей карте с самого начала волноваться. Все-таки 2-0 и играем в атаке. Да, защита вроде как рулит, но атака тоже подруливает и разруливает неплохо. В общем-то, вообще должно быть интересно нам всем с вами сейчас. Ну сейчас увидим, как будут разворачиваться. Что-то, обрубил своего директора? Да, да, обрубил. Ну давай, смотри. Именно он нам покажет, что как вообще полезная штука. Банана нам показывает, занимает Лимон Докс, причем идут дальше в упор. Ого, в центре тоже гранаты. Изоляция. Ну тут мид просто решили закрыть Лимон Докс, чтобы атака там себя не чувствовала свободно, комфортно. Но в Virtus.pro план сыграть были немножко другие. И вот медленный розыгрыш на втором медле принес плюс в лице фрага от Доси. Фокса забрали на центре. Красиво твистом, позиционно так сыграл. Реализация поджима. А тут сейчас у Цайпа один из таких моментов четких. Ну Кучер, правда, пропустил. И есть еще у него шанс сейчас там с Доси расправиться. Ну там, да, там вообще опасная позиция. Знаете, что Доси может пройти. Вообще Цайпа не чекнули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут Кучер не вышел на размин. Вот если Цайпа отпустят, да, все, отпустили Цайпа. Это ТТшечка. Братья пали и звено два игрока из Украины. Один из Казахстана. С большим пингом. Да, за дружбу народов сейчас будут тереть. Но Лимон Докс продолжает уверенно попадать. И как я понимаю... Ну давай посмотрим за тем, чем закончится вот эта ситуация. Посмотри, как они в пассивный, вот закрытый дефенс перестроились в преимуществе. Но четко, четко. Плевать, что в преимуществе, но красиво почувствовали, что пора. Да, смотрит задерно. У него план 27 секунд до конца раунда. Нужно выходить сейчас. Просто крушить здесь всех, ломать. Просто с первой ставить бомбу, брать раунд. Но это тяжело. Кучер выходит с малых песков. Дает минус, минус два. Сразу же два-два в ситуации. Моментальный размен в Плэнте Берг. Тут просто разменяться хотя бы нужно. Кучер слышал Плэнт, но почему-то не обратил внимания. А, он отошел к тюрьме, мог не услышать там топку. Он ставил Плэнт, да, забил ставить Плэнт. Решил убить, убивает. 7 секунд, решил перезарядить. Потом понял, что поздно перезаряжать. Нужно ставить. Сейчас патронов будет в калаше мало. Нужно либо перезаряжать полиция. Либо, ну, уже и так знаю, где он находится. По сути, можно было рискнуть перезарядить. КМ, а так там патронов 11, наверное. Может быть, успел перезарядиться. Кто его знает? Может быть, GoToW нам не так показал. Не-не-не, все правильно. GoToW показывает правильно. Но тут еще игра гибкая от виста. И он внимательно чекнул нычку. Сыграл сразу на сигарету, как бы поломился. Вообще, он мог пескам проиграть здесь. Но, так как заходил на 20-ку, слышал, как ставится бомба. Не волновался, проходил. Бомбу, кстати, слышно с меда, когда она ставится даже. Было видно, что Адрон экономил пули. Что он, видишь, он отходил именно на хэдшот работал. А были бы патроны, успел бы перезарядиться. Мог там зажаточку исполнить. Да, 3-0. Уже все становится очень проблематично для Virtus.pro. Проигранное начало. Пора собраться силами. И выходить в полуфинал. Ведь там ждут Верри Геймс. И, в принципе, мы ждем очень реванша против французской команды. Хотелось бы, чтобы наши парни... Да не, надо просто Лекса в состав. Но он и так в составе организации. Ну, просто это игры по интернету. Они, возможно, не так серьезно воспринимаются игроками. Все-таки на турнире, когда ты вместе, в форме, зрители есть. Да, ну да, главное, конечно, победы на лане. Победы на лане ждем. В интернете игра такая. Хотя, знаешь, матчи в интернете, вот именно командцы с НГ, они интересны всем всегда были. Потому что на лане там мы все прекрасно... Ну, сколько там в России команд было, и все они заканчивались там горем. Уууу, сейчас будет просто жарко как-то. Ну и минус 3, наверное. Нет, Фокс убивает ковры. Ну, тем не менее, 2 в 3, и никак не получается добывать большинство за атаку. Тут Тапленд, конечно, уже могут проиграть сейчас. О-о-о-о. Как открылся-то Кирилл очень жестоко вышел. Там Цайп жестко принял вот это вот самое интересное. Повел прицелом как надо. Ну и Фокс танцевал здесь чуть-чуть. Просто подмастил. А, я к чему кладу? Сейчас-то на самом-то деле, чтобы попасть на лан, нужно выиграть там или отборочную, или квалификацию в интернете. Поэтому в интернете просто необходимо играть хорошо и вести себя собрано. Ну да. И показывать свой высший уровень. То есть, ну, так что, палка о двух концах. Итак, 4-0 за Лимандокс. Третья решающая карта. В этом четвертьфинале победитель играет, еще раз скажу, с Фаригеймс. О втором полуфинале НИП сразятся с командой Аннексис из Дании. Ну и потом-то когда-нибудь будет финал в этой ближайшую неделю. Ну что, сыграют на уход под Б? Не, мид занимает мид. Шведы не пушат, кроме Б-планта. Вообще ничего. Вот вторая попытка сыграть в аркаду от Лимандокс. Снова успешная. На этот раз минус Адран, не Фокс. Но... Знаешь, пока что залог успеха Лимандокс это очень уверенная игра Креста на Банане. Ну да, два двайсных важных подряд с опен-фрага начинали, именно с Дуги. Он создает там давление, он постоянно дает инфу, играя в защите. И, в принципе, не пассивно играет. Да он создает там не давление, он создает там просто уличную магию какую-то. Ну это пока что. Опять же, только 4 раунда прошло и только 2 из них оружейных. Ну я могу точно сказать, что Virtus.pro, на мой взгляд, уже начинает... Ну, видна в действиях напряженность некая. Как бы тяжело им здесь играть. Соперник непредсказуем просто для них, по-моему. Так, ну, по-моему, готовится уже выход, 48-9 секунды, пора выходить, ребята. Вот Сайд Сайд просто берет вот так вот, без шансов отрабатывает на кучере свой АК. Фокс не в ту сторону начал стрелять. Ну, не прочитал здесь он стрейф игрока, не бывает. Бывает, в итоге твиста все-таки в Аркадии услышал, забрал. Молодец, молодец, есть уже, чувак. Аква, соковры, отлично, брат, поддержал. Все, Аплент, по сути, покачали, сейчас главное. Кстати, подносит на Б будет перестрелка в данный момент, если нам режиссер покажет это там. Да, нам сейчас главное просто вот, чтобы для ВП, чтобы про них быть. Нет, тут же, оп! Повезло не носка. Сектор, шанс на барабане для капитана Карасева. И Кэпитан Крюкан, флешка, вейвер, белый, берг, стяжка. И это, зажим перекрестным огнем, вейвер справляется. А, берг тут завтыкал, пропустил, убил. Ой, берг, ой-ой-ой, Виртус Про. А тут последняя секунда не успеет даже поставить. Контр-террорист вин и... Еще и добивают, еще и добивают. Ну, вот это Лемон Докс, вот это 5-0. Просто в ноль, пока выносят ногами вперед команду Виртус Про. И уже треть раундов практически выиграли Лемон Докс. И осталось работать им в том же духе. Мы пока верим, что когда-нибудь проснутся ВП и возьмут вот для начала. Первый раунд, а потом... Ну, от первого раунда... Посмотрим. Не, первый раунд надо брать было вот сейчас. Шестой вообще всегда бай, как бы, да. Но тут почему-то... А, ну... Да, они вначале там делали волю вроде. Или после бомбы, может... Да, на третий раунд же покупали вроде бы, да, от оружия ВП. Просто как-то непонятно, почему на шестом они с пистолетами решили сыграть. Ну, итак, выход пошел на 5. По украинским меркам 15, да. По российским. Да. Ну, как видим, тут виз здесь потушит просто. Но он еще сейчас выйдет и дожмет просто. Вместе с Цайпом мы там хорошо разыграли. Ну, отвлеклись ВП на библиотеку. Тут на арку особого внимания никто не уделил. Только первый проходящий, но он уже в бочину ловил спрей. 6-0 в пользу шведского коллектива. Молодого шведского коллектива, который начинает... Ого-го, как? Вообще, пока прикольно, если честно. Играют Лимандокс. Вообще, вот честно, не ожидал такой прыти от этого коллектива. Я ожидал, что три карты. Но что такое на третий начнется? Ну, посмотрим. Но все еще я не потерял надежду Virtus.pro. Ребята, тащите. Вот надо поймать. Виста здесь на центре уж очень много. Он прыгает, но ВП, походу... Опять банан поджали, посмотри. Твист неуязвим, как глист пока. Смотри, поджимают один, а двое просто стоят на Б. Они сейчас возводят Virtus.com на то, чтобы они сейчас побежали. А ВП не пойдут. ВП сейчас, что, первый раз преимущество получили. Там у Virtus.pro сейчас пир на весь мир. Праздник, Доси наливает пиво. Ну и через чур зашифрованный раунд Лимандокс там отдать одного. Ну, там не отдать, а 50 на 50. Тут Virtus.pro не понимает, что там пацаны шифруют. Это просто не твист был, понимаешь? В этот раз просто не твист подпушил, и там неудачно. Вот видимо в этом подозрение Ангел, наверное, заметил. Все равно 2 плюс 2. Если не твист, значит, кто-то странно. Выход банан, здесь все за углом, за поворотом просто. А надо, наверное, Зашпу уйти, что он и делает. Он как чувствует, что здесь... Он слышал, слышал топот. Ну, да, отфлешиваться еще успевает. Еще флешка, хилпа вроде есть. Но надо только сжечь. Ты посмотри, он даже не выпустил никого на пленду. Вот так жестко откидался здесь, поймет. Ну все, ему здесь в тупке просто сейчас будет погибель. Ну, сейчас посмотрим. Не так, если просто здесь что-то убить. Вот есть минус от этого парня. Зашпан, Гучер, минус. Хорошо зашли, с дыма выскочил. На тебе поговорим. Гучер, хорош. Хорош. Ну вот на первый раунд. Ну, и Твист, подай, сделал свой хэдшот все-таки в этом раунде. Но этот хэдшот уже не имеет никакого значения. Для команды Лимон Докс, раунд они уступают виртусам. И есть теперь с чего оттолкнуться. Будем надеяться, что это не единственный... Не единственная полтора минутка, которая нам принесла удовольствие. Ну, прятки, конечно же, от Твиста сейчас будут... Жестко, жестко. Посмотри, Гучер на минус два сыграл. Вот, по-моему, за всю первую половину. Это первый раз, где он себя проявил. Да, пока, конечно, виртус про нас не радует яркими моментами. Но, опять же, такова игра. И Лимон Докс просто не дается отжигать ВП. И вот, кстати, вот сейчас просто не получилось на банане у Лимон Докса. Они немножечко перечудили. И, наверное, зря все-таки не Твист пошел туда. У него там такая приигранная позиция. Да, да, да. Ну, да плюс, мне кажется, что Ангел понял, что если в аркаде сдох Вейвер и не Твист, то это опасно просто. Зачем плохого стрелка выставлять первым, как бы, на аркаду, когда есть четкий тип, который закрывает свои процессы. И тут снова будет зачижной раунд у Виртуз Про. 3 плюс 2 в защите Лимон Докса и Твист опять уже, вот он здесь. Нет, Твист уже не будет играть в аркаду. Это уже для Лимон Докса. Ушел. Тут уже просто, как бы, знаешь, такая вторая половина пошла. Да, ему нужно менять стратегию немножечко. Сбавить темп, поменять обороты. Да, да. И уверенно добить ВП просто. Просто Лимон Докс тоже просто как бы подстраиваются. Ну, добить, не добить, неизвестно, просто еще вторая половина вообще четко все расставит по своим местам. Именно нападение будет решать, скорее всего. Да, да, просто сейчас можно сделать так, что вторая половина, по сути, будет очень короткой. Сейчас пока Цайб ждет флеш на мид. Вот флеш на мид. Кучер занимает Люлячку. Ну и будут, наверное, главку занимать сейчас ВП. А что, 4 до сих пор здесь на защите человека? Нет, Твист вернулся. 3, 3, Твист вернулся. Адран там все еще на бревнах тусуется. И ВП уходит тоже. Не-не-не, 20-ка будет. 20-ка будет фейк. Будет фейк, но что-то Кучер не стал кидать дым. План-то уходит на банан у нас. Фокс, все, пошли. А посмотри, защита перестроилась в закрытый деф. И там, по-моему, на уже есть серия по инфе какая-то. Да, мы согласились играть 3 плюс 2 и закрыто на Б-планте. Ну, давайте смотреть. Да, ну, конечно, знаете, дефенс вслепую, атака вслепую, по сути, получается. Ну, вот есть шанс открыться, минус Твист. Отлично. Вот ферстфрагера убили, и теперь осталось допушить последнего, занять церковь и закрепить СБР. Я говорил уроки от Гитрайта на этой позиции просто, по-моему. Ну да, хотя надо было. Вообще, хороший выпуск против Гитрайта получился. Ну и смотрим, бомба пришла, ставят бомбу. И надо брать второй раунд Virtus.pro и развивать свой успех в этом простом матче. Как видим, пока успех развивать мог сейчас Кучер на минус 2, почти достал. Но 3 в 3. Думаю, Плент выбьют, если Дуге не проиграют. Время работает на нас, Адрон минус. Сайп. Ну вот жесткий тоже игрок по стрельбе, и от него может пачка залететь такая. Тут по минус 50, что у Ангела, что у Адрона. Адрон неплохо зажал на банане, и Сайпа не пускает Плент. Он все равно побежал, ты посмотри. Ну тут Сайп, Сайп вообще из тупого сейчас не выпускал Ангела. То есть, как видим, всеми силами пытался на себя отвлечь внимание. И миссию свою выполнил. В итоге Сайп убегает, бомба взрывается 6-2, и у Virtus.pro появляется свет в конце туннеля небольшой. Узнаем чуть позже, будет ли это смерть из фонарика. Что-то в лесу сдохло, походу. Да, что-то в лесу сдохло, да. Поехали дальше. Только развивать фокус СВП, отлично. Главное, чтобы попадал Фоксиара сейчас. Ну и, в принципе, там совсем скоро-то у Лимон Догс деньги закончатся. По-моему, после этого раунда уже, в принципе, можно будет сливать парням из Швеции. И Virtus.pro брать раунды. И выравнивать можно даже эту первую половину. Так, снова твист промазал. Но видел яму. Так, дикой, либо флэш падает в центр. Флэшка, флэшка. Как уверенно здесь играют на центре ВП. Будет выходить дым, пошел. Это пуш через петозаход, на, через 15. И все, в твиста полетит. И твист, гранат, АВП, ноу-зум. Минусы, ВП встали. И вообще плохо все, Фокс разменял. Но вот, проблеск какой-то есть здравого смысла в этом раунде от ВП. Но, судя по тому, что они пытаются продавить эту пятнашку. Закончится дело все кулаками на лице Virtus.pro. Решают, решают. Да, пытаются сыграть по-умному. Но тут уже есть вейвер. И он тут стоял. Твиста нет. Да, радует. Если Адренчик откроет вместе с Ангелом. Да, Карась. Задавил Б. Есть шансы у ВП оторваться на АБ-планете по полной. У-ху! Кричит Фокс. И АВП должно было убивать Хелпуна. На Хелпе дым. И все плохо. Минус от Берга. Стрелял ли в дым? Все плохо. Адрен ловит огненный хедшот от Берга. И остается Фокс. Но это минус 3. Это минус 3 по-любому должны были быть. Не повезло. Но в параллельной галактике. И это 7-2. Черт возьми как. Как же все было близко. Даже ситуация 1 в 3. Если просто убрал второго, осталось 1 на 1. Большие бы шансы были у Фокса. Да просто таксистом пора идти работать уже. 7-2 за Лемон Докс. Почему именно таксист? Не знаю. Много хороших профессий. Металлург. Да, слесарь-гинеколог. Да. Мультипрофессия какая-то просто. Это просто ультрапрофессия. Ну, опять же, не будем делать поспешных выводов. 7-2 за Лемон Докс. Шведы выигрывают. Но, опять же, можно сейчас потом. В защите, конечно, Виртуз Про. За более сильную сторону. Ну, а знаете, потом оно как вкусный завтрак, который всегда завтрак и всегда вкусно. Так что... Что у тебя с завтраками случилось? Не знаю, просто... Я просыпаюсь в обед. Я просто вспоминаю комментирование ВЦГ по поинт-бланку. И у меня почему-то сразу завтрак в голове возникает. Окей, смотрим. Выход на мидл. Под Б есть тоже игрок у Виртуз Про. Но опять будут пытаться прокачать Аплент. А дальше уже по ситуации играть. Конечно, двоякая ситуация в матче. Вроде бы и борьба есть, но счет нам показывает, что все-таки Блемандокс где-то ближе. Может быть, где-то более удача. Ну, пока они просто уверенно идут и все. После второй карты, естественно, выиграны с уверенным счетом, с разгромным для ВП. Ну, попытка потащить была, но слишком мало, по-моему, морали у команды, чтобы говорить. Да эмоциональный фон, наверное, уже разный пацанов. Там кто-то в доту уже зажать хочет. По-любому. Хотя, будем надеяться, что нет. Будем надеяться, что все четко. И дося. Вот это вот. Не, ну приговор какой-то. Четыре в четыре. Перестроиться пытаются Виртуз Про. Даже не чекают по песке. Ну как так? Неаккуратно получилось. У них на Б основной пуш, как бы выходила там бомба осталась. И Адренчик ее сейчас будет ставить. Кучер. Адрен один. Кучер в зажиме, там, либо не знаю где, но в любом случае Кучеру нужно прийти в эту сторону галактики, чтобы сыграть очень-очень твердо. Ну, смотрим, верим в Адрена, то, что он сейчас с Кучером зажжет. И два в три раунд возьмется. Третий для Виртуз Про. Давай, наверное, за Адреном лучше. Хотя, может быть, и здесь лучше. Непонятно. С Барчек или Кучера. Кучера просто сейчас будут брать на массу. Что там парень спиной прыгает? У него АВП или что? Да, это Твист. Да, это Твист. Твист. Хитер как Глист. Ловок как змея и вообще... И на Виноградник даже залазит. Вы посмотрите. 8-2 за Алимандо. Вот чувак, когда пойдет устраивается на работу, его спросит, что ты умеешь. Он скажет, умею на ХЛП с АВП повернуться, на Виноградник залезть. И вообще прыгаю хорошо. И даже вот на деревяшках могу. А еще демка против Виртуз Про есть. Да, да, да. Где 8-2 мы ведем, а потом идет камбэк и мы проигрываем 16-8. Ну, я думаю, не только это. Есть что сказать игроку из Алимандо. Но, конечно, играют они сейчас получше. Виртуз Про как-то размялись по ходу матча. Не повезло от Рене в Алимандо. Но потом они просто сносили. Виртуз Про просто размякли. По-моему, им не знаю. Купить зелье омоложения и мы увидим... Ну, ладно, еще посмотрим. Опять же, 8-2 счет печальный. Я все, знаешь, пытаюсь себя расстроить, чтобы борьба... Смотри, Дося зэчпил и пытается здесь Дося вновь вдосить. И он задосил здесь. Смотри, цайпа. Вот все благодаря Досе. Минус 2. Брата отправил ставить бомбу. 5 в 3. Задит Дося. Я снова вижу! Я снова вижу свет в конце туннеля. Но пока... Нужно сейвить. Нужно сейвить Шлемон Докс. Шлемон Докс. То, что они, наверное, и делают сейчас. Лимонные. Лимонные каски. Лимонные собаки, хот-доги. Должны быть сделаны Виртуз Про из своих соперников. Лимонные хот-доги. Но Виртуз Про пока идут на поиски собачьего. Собачатинки. Вкуснятинки, собачатинки. И... Смотрим. Опа! Только нарвался на Твист. Нашли Твиста. Не, ну Твист там, наверное, уже настрелял. Да, 16 на 4. 4 MVP, 43 очка. Он там тотально просто не ощущает. Еще минус от Вейвера. Ну что ж, 8-3. Так потихонечку, по чуть-чуть что-то берут Виртуз Про. Но вот было бы неплохо перейти за отметку 3 раунда. Хотя бы 4-5 было бы замечательно. Может быть, даже и больше получится у команды. Но пока тяжело. Пока тяжело. Вот четвертый раунд, по идее, должен зайти. Хотя... Посмотрим. Твиста ОП. О-о-о-о! Та-та-та-та-та. Ну вот смотри. Не нужный совершенно минус. Да, да. Но нашли точку давления. Молодцы. Вот Твиста на отправили. Здесь сейчас... Ангел, наверное, ожидает расстановки сил. Либо 4-1, либо просто смена позиций. Но Шведы комбинируют позиции, кстати, под Б. И... Повторения нет. Вот Ангел открывается. Удачь на двадцатку. Дымок на центр. Кучер. Смотрим. Флеш от Кучера. И он прогоняет оттуда Твиста. Твист бежит пока как трус. А вот Виртус Про могут сыграть стяг на Б. Но пока он очевиден для псов. Вот ему холл. Нужен еще фраг. Пока небольшая пауза. Вообще... Слэмчик. Убей. В идеале минус 2. Вот этот вот. Да, он тут просто как-то надоедает всем. Все. Посмотрим за крестом. Ух ты, как хорошо там его прочекал. Опа! Минус Ангел. Первый раз хорошо. А помнишь на этой позиции, когда там нереальные хэдшоты поляки дали в ВП? Вот эта ошибка стрельбы с пятнашки. Видимо, все еще позиции на пикселе занимает немного не те, которые нужно. Но время, опять же, покажет игра новая. Так что все может быть хорошо. Так. Ну и Виртус Про занимает бэплэн. Два красных. Хорош! Просто, братан! Вообще круши, ломай! Никого не замечай. Ни своих, ни чужих. Молодец, Твист. Я уже начинаю любить этот вечер по-настоящему. Только ради этого хэдшота. Но Твист, помимо этого, еще умудряется дать минус два. Остаться с Кучером один на один. Но время идет. Время бежит. И пора Твисту бежать вместе с временем обратно на Аплэнт. Это раунд за Кучером. Он еще и прочекал Твиста. А Твист сейчас выступает в роли Криштиана Рональда. Вот в предыдущем матче. У-ху! Твистяшка! Сейчас новая мема, знаешь? Это просто минус четыре. Новая футбольная мема. Месси забил 19 командам из 20. Ну, то есть он своим не забивал. Криштиан Рональда в последнем туре забил свои ворота. И он забил 20 командам из 20. Поставил рекорд. Так это и Твист. Он просто мочит и своих, и чужих, по-моему. Ну, жестко. Сколько там фраков уже у него? Да там, наверное, двадцатка. Минус один фрак там должен быть, по сути. Ну, тут, наверное, просто очки сняли за ТК. Так, вот Кучер запнулся об эту ступеньку. Которую я, кстати, тоже ненавижу на дуге. Надо ее фиксить. У Лемон Докс, наконец, стейка. Но на одного ВП от Писта, который он засейвил. И я думаю, что Твист у нас на Аппленте будет чувствовать себя очень венок. Оставшуюся часть раунда. Отлично. Выравнивает пока потихонечку игру Virtus.Pro. Вот чуть-чуть позже уже могли не затащить. А сейчас уже 8-5. И деньги есть. Ну, да, да. Первая половина набирает краски. Вообще, разумный расклад. Но ВП в защите должны показать жесткую игру. Намного жестче, чем вот сейчас они себя демонстрируют. Но я думаю, нам стоит ожидать каких-то агрессивных раундов в Дефенсе. Ну, давай посмотрим. Ну, давай посмотрим. Так. Вот будут Твистать сейчас бы забрать бы еще пушку. Было бы тоже вообще замечательно. Потому что вот зачем такие-то деньги сейчас ходят по карте и гуляют. Англ пытается дать минус. Твист уже красный. Но надо, надо. Сейчас по экономике важно забрать просто сейчас все пушечки. И забили, забили. Есть. И всех забрали. Да, добили Твиста. 8-5. Отлично. Еще два раунда до конца первой половины. Но ВП-то вот было 8-1, да, по-моему? Слэм. Было 8-1? Да, да. Было вообще все плохо. Сейчас вообще все выглядит очень даже так шоколадно. Не, ну 5 взяли. Это вспомни, если там... Ну, если там 1-6 вспомнить, то там 10-5. Это был нормальный для Инферно-счет. Здесь, я думаю, рабочий еще для ребят. Просто вторая половина вызывает сомнения. 6-7. Отлично будет вообще для ВП. Вот. И первая взять. Да даже 6. Просто пистолетка, она здесь настолько рандомная. Вот непонятно. Какие игроки в пистолетке играют ключевые роли по стрельбе, а какие игроки вообще не играют в такой роли. Ну, вот у Лемон Докс пистолетные раунды заходили вроде как очень даже неплохо. Смотрите, сейчас как мягенько на бейс здесь. После того, как вот повыбивали экономику, у Треста уже нет АВП, можно сейчас как раз на него и ходить, и наказывать, и ломать вообще ему. Ну, я думаю... Психику парню ломать. Я думаю, парень там поломает и с Фамаса неплохо, потому что стрельба жесткая. Да, конечно. Потому что он настроен как-то серьезно. Стрельба у него жесткая, как бы он еще на Мираже ее показывал. Сейчас продолжает демонстрировать уверенную бру... Не, ну сейчас просто холд с Фамасом, у него ожидание там какого-либо игрока атаки. Но вот тут совершает ошибку Адрен. Пытался сыграть... Как это называется там? В Рэмбо. Призрачного гонщика с участием Николаса Кейджа, но пока что спил не затащил. А вот у Фокса такая плюха сейчас была отличная на сигарете, но Досе с Ангелом придется разжевывать все вот это говно, которое они исполняли. Но если не будет чуток шотов, раунд не затащится. Хотя вот Ангел... Не, ну если сейчас шведы продолжат за гранатами стоять в руках, то я даже... Не, все, пока Досе. Погрызли Досе. Нет, еще есть Ангел, Капитан Карась. Игра только началась, спина его убивает. Ну что? Капитан Карась, бомба отдалась. Бомба отдалась. Да. Да и раунд тоже отдалась. Зашб. Будешь тащить или нет? Убей Досе. 6 секунд. Досе засейвился даже. 9-5. И так последний раунд. Первая половина нас ожидает. Конечно, ну такая... На самом деле очень мрачная, очень мрачная картина, если честно, потому что... Ну, пока она мрачная без выигранного пистолетного раунда. Вот если, допустим, 10-5 и ВП возьмут пистолетку, первое оружейное, то там 10-10 и, в принципе, своя игра дальше пойдет. Вроде бы пока все, пока еще не так плохо, как могло было быть. Могло было быть. Помнишь, я уже думал, что там как бы не 14-1 сейчас как бы залетит. Могло. Могло легко. Ну и? Не, ну вот шведы, конечно. Опа! Ангел в приседе вообще четко высвелил. Твист поймал, ладно? Он, кстати, вот в приседе, кто не знает, он выходит, чтобы пушки не было видно из-за угла, когда стоишь. Как бы это очень-очень удобно. Кто не знал, вот используйте. Так, вот А! Ты видал, он вообще убил парня, который надали. Фок сразу подхватил, и Апленд выбит. Остался один игрок защиты на 15-ти, но и он здесь уже не Антонио Бандера, славить ему нечего, он всего лишь вейвер. Одинокий швед с одиноким смайликом в конце. И это шестой раунд, по идее, для Virtus. Этот швед сейчас тут в центре, кучер не поймает. Этот швед, ооо, как ты видел, как он подлетел просто, как неваляшка, няшная. Ну и счет первой половины, результат первой половины на экранах, друзья. 22 на 16 настреливает Твист, 4 MVP. Вейвер 8 на 8, 3 MVP. Ну и у нас рестарты. А он вообще забирает фраг за убийство своего? Да вот я не знаю, вроде нет. Ну 3 минуты. Значит у него 24, значит, должно быть. Ну да, да. Один забрали фрага. 3 минуты. Вообще вроде как должны очки сниматься. 3 минуты просят. Очки и деньги должны сниматься. Эх, 3 минуты просим, Virtus.pro. Говорят, и так, в принципе, все нормально. ВП в защите, счет 6-9, взять пистолеты, счет 9-9, и как бы уже преимущество в кармане. Но этот самый пистолетный раунд обычно сложнее всего взять. Хотя, как бы, опять же, ну так бы, все сложилось, что защита, инферно, все вроде бы как вообще неплохо. Исправились парни еще в первой половине. Я бы подумал. Я бы вот подумал, что с вами на месте ВП, собрался, собрал все свои мысли. И жду, когда там комментаторы одуплятся. А зачем они тебе нужны? Нет, просто от них надо отталкиваться. У них там типа все четко, коммерция, рекламка, все такое. Хорошо, хорошо. Вот. И когда они обычно пишут, у нас это где-то через секунд 30 рестарт. Ладно. Что-то вроде этого. Тебя они не должны беспокоить. Что бы еще хотелось бы отметить по поводу вот этой лиги от Fnatic. Да, в принципе, то, что турнир получился неплохой. И, в принципе, мы, наверное, получили то, что хотели. Увидели Na'Vi, увидели Virtus.pro. Возможно, не увидим мы побед на этом чемпионате. Вот сейчас последняя наша надежность Virtus.pro. Но, тем не менее, видим, что парни играют не так уж и плохо, как могло было бы быть. И, в принципе, в Вене все покажут. Ты помнишь счет первой половины? Потому что я забыл. 9-6. Все, я что-то 8-7 задумался и строю расклады по голове. В голове строю расклады вообще по тому, что может произойти после пистолетки. 9-6-10. После пистолетки, в принципе, может произойти ничейный. Результат 9-9, опять же. Я очень-очень это хочу. После пистолетки может произойти вторая пистолетка, только в пользу других. Да, ну, конечно, после пистолетки может произойти и не 9-9, а и 12-6. И тогда уже шансы, конечно, в два раза будут меньше. Ну, команда Virtus. О, Лимон Докс. Это значит, что нам готовят титры. И совсем скоро все начнется. Давайте в Virtus.pro. Мы вас верим, парни. Неужели мы вот так вот просто пришли три карты посмотреть, чтобы потом вот с плохим настроением играть садиться. Ночную серию. Да. Конечно. Ну что, рестарты должны сейчас произойти на сервере. Я вот жду с нетерпением, когда же это случится. Вот тут один в туалете. Ангел откровенно признается, что кто-то один из трех стоящих парней пошли в туалет. Кто из этих трех игроков в туалете находится? Я не понимаю. Может быть и сам капитан Virtus.pro. Ну, всякое бывает. Нам интересно, как они... О, дошли по своим делам. Давай называть это так. Может быть, кто-то в туалет. Может быть, кто-то бутрик так себе. О, все, завтра точно вот снег пойдет. И рестарты на сервере. Ну что, 9-6 первая половина в пользу лимонных псов. Хороший. Результат с учетом того, что начинали вообще как пушечное мясо. Как ядрен батон. Ну и первый пистолетный. Смотрим. Ангел уже на центре. Уже с ямой перестелка. Жесткая. У шведов, как видим, второй мид в преимуществе. Давай Досю. Давай Досю. Досю давай. Агрессия, агрессия, агрессия. Спад Б. Смотрим Кучер. Там уже агрессия. Досю убежал. Все хорошо. Пошел пуш с банана. Вылетают. Занимают центр. Неплохо. Вовремя вроде бы. Теперь надо здесь поддома не выпустить. Да, не выпустили. Там просто остался как бы сейчас уставаться вот вейвер. Казах Ангел убил твиста. Нагло выбил Ангел. Хорошо. Куда тут на Казах, блядь, добился? Ты посмотри на него. А где халпа? Есть минус от Кучера. Вот Казах. Казах, слава богу, еле-еле остался жив. Кучер убивает Досю. Ангел. Тут вообще, короче, просто виртус про взяли и убили брага. Взяли и собрались. 9-7 счет в этом матче. Ты понимаешь, шведы даже там не дошли до винта на коврах. Не смогли даже к миду подойти нормально. Просто проиграли. Не смогли выбить мид. Такой себе агрессивный польский раунд. И, в принципе, практически дело сделано. Виртус про сравняют счет. И у них будет преимущество по деньгам. И они будут играть в защите. Уже со счета 9-9, по сути. Ну, почти 9-9. Потому что, может быть, бай. Может быть, какой-нибудь проигранный эко. Но уже сколько там мы сегодня эко проигрывали. Хватит. Хватит. Ну, а может быть, здесь они просто в ноль додавят. И 8 подряд возьмут. И ты им по силам вполне на этой карте у них. Хорошие были результаты на лане. Правда, вот на эко-раунде как-то для Мандок сверху вере на 15 зашли. Но это косяк. ВП не вышел чувак на перекрестный. По 20. Сильно, нормально все. Адерн минус. Твист полуживой. А Virtus.pro играет в такой, знаешь, сейф-стайл. И они не брали никакие девайсы. Даже на фармганы никто не рискнул тратить деньги. По-моему, план банан на 2 АВП готовится. Ну, и, в принципе, все под контролем. Пока все под контролем. Очень уверенно. Это нас должно радовать. 76. Хорошо, хорошо тут тушат в центре. Ребята, Адерн. Да, Адерн вообще божественно зашел. Своему тоже на... О, у красного оставил твиста. Дося закрыл. Твист все равно делает пранис. Он не поражает. Ну, да, да. Посмотри. Ну, вот статистику бы, конечно, всю иметь. За всю игру было бы приятно. Ну, знаешь, вот после этого матча твист это первая кандидатура на покупку какой-то другой команды. Я имею в виду не покупку, а просто его кто-то дернет и заберет у Лемон Докс. Первого игрока. Это будет твист. Моя ставка. Твоя ставка, что твист? Что первым уйдет из этой команды твист. Точнее, уйдет более сильно. Ну, посмотрим. Вообще, зависит от того, какие планы у команды. Как бы просто они могут реально, да, вот этой боевой пятеркой там, да, чего-то добиться. Конечно, в индивидуальном плане полегче, когда тебя берут в команду другую, но кто знает, как сложится в другой команде дела, да? Найдется ли там то взаимопонимание, да, и тот уровень понимания друг друга, чтобы не было никаких косяков. И кто об этом пожалеет, еще непонятно. То ли твист, то ли команда, которая возьмет. Опять пистолета получает, но хоть до этого делает фраг. Выход пошел на пять. Здесь есть тангел. Он должен тушить врагов. Не буду сыграть плэнт. Хорошо, минус два плэнт, бомба, как хорошо прилетела удачно для ангелов. Ну, еще дал он фу по арке, там сейчас должен забирать Досио. Ну, и знают, что где-то в арке последний. Да, да, Досио. Адрен, да, все-таки добивает. 3-0 вообще безответно. Вот и 9-9, и нажми тап просто с какой вот позиции продолжают играть уже в Virtus.pro. Счет 9-9, они в защите, и у них в два раза больше денег, чем у их соперников. Ну, это хорошо. Да, уже просто все в пользу Virtus.pro, уже преимущество у российской команды. Как вообще, вот просто мы весь матч печалились. Смотри, сейчас будет поджим второго медла от Карася. Как бы так, на флорш встанет, так, Адрен Кучер, и Карась сразу проходит просто. Но теперь главное, вот эти 6 раундов самые сложные. Обычно Ангел очень уверен в такой ситуации. Оу, ну вот он знал, что Твист там стоит, но Твист сразу законтролировал процесс. Там на размине еще в упоре Кучер, вот этого не знаю сейчас шведы, и будет первая ошибка от шведского игрока, ВП и минус бомба, отлично играет Эмиль. Жалко, что не Твиста, вот единственное, что могу сказать. Жалко, что бомба упала на втором, как бы, да, ну вот апартаменты законтрят ВП, но шведы все-таки еще имеет примерно вот такой кусок карт, чтобы там дусалаться. Слушай, ну согласись, что Твист это проблема реальная пока, что он что-то настолько крут и выглядит сильнее всех остальных просто на голову. Он как, ну, Гидрайт, извини меня, вот, похоже. Ну все, Гидрайт едет с Форестом к нему с контрактом, вместо Фифларена возьмут, этот хоть на БС АВП убивает. И опять же, швед, все нормально. Да, и швед, и язык, наверное. И слушаться будет молодой, да, вообще замечательно? Ну как, молодой вряд ли будет слушаться. Молодые вообще слушаются вообще, они не базарят просто. В команде стариков никто даже там представляешь, Гидрайт, вот там, Вася, куда-то идешь. Ну что ж, хорош Фокс, только одного, к сожалению, минус. Фокс дал инфу по бомбе, и здесь УВП все шансы есть на то, чтобы перестроиться, взять. Главное, чтобы Твист сейчас раздавал свою пользу, но пока, как видим, с нашивом это все делается. Так, ну полдела, что это сделали, бомбу поставили. Осталось теперь им браунд выиграть. Ой, ну как, размен, убейте, хорош! Второй под катушками. Опасный момент, очень опасный. Твист остался, Твист не прощает. Ну, вообще, Твист просто суров, кучерс. Ну, тут уже по инициативе. Что, бомба, диффузит, справа, режет Твист, вот он, не попадает, диффузит, на морозе, до конца, 2 секунды, Твист минус. Ну, и он крут, он просто крут очень. Ну, он просто крут и невероятен, да, очень старается. Очень старается этот персонаж, вот для своей команды взял. Один из нормальных таких раундов, плюсовых, тем более, что на ЭК выявил оппонента. Здесь не будут... А, нет, купят, купят ВП, 1-7 у Фокса, странно. Бездвайса, по точке останутся, что ли? Или Бесс играет закрыто? Ну, что, не, ну, вообще, раунд, ну, опять же, раунд выигран был. Чёртов Твист! Чёртов Твист всё испортил. Опа, ангел, смотри, Твиста уже на опыте тушит. Вот, понял, понял, что сведы будут играть однообразно на втором. Ну, что скоро наш отечественный киберспорт будет поступать как анжи. Уже всё, вот, 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 перестанут, там, вообще, перестанут брать своих. Слушай, я думал, может, 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 я придумал, короче, тут недавно, тут недавно, знаешь, Жерар Депардье, короче, получил российское гражданство. Я тут подумал, может, команда Вери Геймс, там, ну, выиграет миллион, не захочет платить налоги и примет российское гражданство. Может быть. И у нас будет команда, которая хоть что-то выигрывает. Ладно, ладно, всё, мы болеем сейчас за Виртуз Про, ребята, очень за нас переживаем. Пытаем себя хоть как-то вот отвлечь от пока что сурового счёта 10-9 за шведской командой. Да не, счёт огонь, счёт огонь, на самом деле, означает борьбу. И всё, самое интересное впереди. Вот, шведы без Твиста, да, начинают немножко мякнуть. И первая няшка в дже... Так, зашпан, ну, вот, надо... Давай! Дося погиб, короче. Не, Дося живой, ещё и минус дал, отлично. Красава. До красных, всё, раунд должен добираться. Да, пока тут... Вот Кучер пока так... Ну, уверенно сыграл, но очень рисково. Если бы там был Твист, то Твист бы не сдох. Ну, такое, да, не всегда залетает. Твист бы засчитал. Но Кучер тут просто знает, что красные, как бы, походу, пацаны действуют поэтому так смело. Бомбы, кстати... Бомбы вообще чётко поставили почему-то за вот эту вот супер хренотень. Так, ладно. 10-10. Игра продолжается. Virtus.pro берёт четвёртый раунд в защите. И 10 раундов основного времени, наверное, так правильно сказать, нас, скорее всего, ожидает. Конечно, может быть и меньше, если кто-то там... Шесть. Минимум шесть. Если кто-то сейчас подряд просто потащит. Шесть подряд. Слэм. Сейчас увидим. Гранаты. На центр увидели. Кучер хотел, кстати, выйти. Там опять, наверное, будет упор ковры заниматься, либо агрессивный мидл. Кучера откинули, а вот Фокс... Ну, Ангел тут сейчас будет ключевым. Смотри, тут всё-таки будет мид B, скорее всего, делаться. И отличная моменталочка такая. Отфлэшился Ангел. Глубоко засели в защите. Кучер минус. Делает хорошо. Ну, там прошли на B два игрока. Сплит B может получиться. Сейчас у шведов нужно останавливать тогда банан. Ой, вейвер пробил дугу. Ангел на поджиме B. Берг открыл подосе. Всё. Это Габелла. Подожди, вовремя успел Ангел, так как и подошёл по таймингу. И три в два. И красный Берг. Ну, этот пятый надо брать. Ребята, давайте. Не подкачайте нас. Не расстраивайте нас сейчас. Не расстраивайте нас, пожалуйста. Как разводят. Посмотри, как разводят. За поворотом сняли. Всё. Знаю, что последний был в упоре. Ну, ну, убейте. Там красный. Адрен, 19 хилсов. У него большой пинг. Я даже не хочу сейчас своё. Всё, я отвернулся. Слёзы на глазах. Поём. Мы тут треки. Ааа, в спину не убивай. О, боже. Это Габелла. Я же говорю, Габелла просто. Чё, в спину не убил? Да, он видел спину, не добил. 29 хилсов. Там также осталось. Но видел уходящего. Я отвернулся просто, друзья. Я просто не мог на это смотреть. Как так? Как же ж такой раунд? Он был практически в кармане. Ну, называется, называется, обосрались просто. Ох, ты как всё любишь, вот. Не, ну, а чё? На самом деле... Заляпать. Почему заляпать? На самом деле всё-таки было в 3 в 2. Против двух красных парней. Они выбили бпл. Ну, как это, по-твоему, выглядит? Обидно. Типа шведы? Типа шведы, что там, скиллы. Просто потому, что сами сыграли криво. Сами слишком самоуверенно действовали. Ну, что ж. 11.10 за Лимандокс. И у нас эко-раунд, как я понимаю. Один кольт остаётся у нас у Ангела. Против полных, полных Лимандокс. Вот они моменты. Вейвер уже где-то получил. Там уже ВП на центре. Там дискотека. Да, Дося уже сделал фраг. Подобрал себе девайс. Есть уже у Доси и у Ангела. У нас уже два девайса. Ситуация 4-4 пока не так плохо. Под контролем центра. Вот главное здесь сейчас не попадать лишний раз. О-о-о! Здесь разводят неплохо. Ну, вот супер кривая флешка. Вообще отлично просто. Там на самом-то деле разводили за поворотом. Видел, да, был игрок. Защиты также на 7. Ну, там чекнется. Там чекается. Тафф, вот здесь вот чекается вот это всё дело в пикселе. Парня видно в пикселе. Ну, когда он отвлекал, тогда мог и не чекаться. Ангел хэдшотом Берга сносит. Неужели мы... Ну, давайте, тащим эко. Заходит в дом. Рана зашёл в дом. И на 7 там тоже увидели игрока. Дося, Адрон, Дося, где же ты? Дося. Где Дося? Дося под Б, стянулся с Б. Всё, вот Дося. 30 секунд, у Лемон Докс. Сейчас тоже вот так вот взять и побежать на Б. Риск. Поэтому они идут на Аплента. Здесь двое игроков. Вертус прочитают. Всё правильно. О-о-о-о-о! Так оно так залетает жёстко. Ну, тут Адрон вообще просто исполняет, конечно, сейчас. Ну, и это уже 12 раунд для команды Лемон Докс. Тут уже начинается... 12-10. Да, тут уже начинается сложность. Триллер начинается. Концовка всегда. Не, ну сейчас последний БА играют, и если они его проигрывают, то это 14 раундов в копилке Лемон Докс. Так что стоит задуматься. ВП. Не то, что задуматься, стоит просто сейчас взять, взять, взять. Не, реально, бездарное выбивание. Просто тупо там идут вдвоём против одной позиции. Чекают всю церковь внимательно на два девайса, но почему-то оба же игрока смотрят в один уровень. Ой, хорошо. Банан реакет классно начали. А вот смотри, смотри. Сейчас пойдут, сейчас пойдут пробивать. А дальше стали на месте. Двеста убили, но Берхвейвер остались, ребра за брёвна за атакой, и дуга, по сути, ещё пока. Ну там тоже, посмотри, как Томми весело. Сейчас, если Цайб убьёт... Ну, Адрен. Привет, сладкий. Как вьетнамец просто из окопа выскочил. Да-да-да. Адрен, Ангел тоже минус на банане. Хорошо, Ангел уверенно. Хорош. 12-11. Разыграли, ну, ура, молодцы. Всё-таки будут стараться. 12-11. И снова один раунд преимущество. Ну, теперь уже по деньгам ситуация скромная у атаки. 6-800 Заш просто экономит там на всю команду. Сейчас даст дроп. Нет, там нормально, там, смотри, там 5, там 4 есть, но это последний байт тоже. Если бомбу не поставят сейчас, и ВП смогут закончить, как в том раунде, всё, то теперь уже в пользу Виртуз Прома сложится вот оставшиеся раунды, и инициатива взять 16-й за ними. Каждый раунд вообще он уникален. Уже концовка пошла. Смотрим. Хорош, Дося, туши к шведов. Как подболтавай. Твист, кстати, не замечаешь. Твист начинает пока что играть у мистера. Сдохну первым. Мистера залягу на дно. Ну смотри, ангел, тут такого не заметил. Мистер примерю клешню. И даже не понял, где по нему стреляют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, печально. 4-4 Берга покоцали, кучер отходит. А вот смотри, за Аркадил постоял. Хорошо, куда ты дальше идёшь? Зачем? Я смотрю, Твист потихонечку начинает действительно примерять клешню. Вот видишь, всё-таки ещё молот в таких нужных раундах пока не всегда срабатывает. Но повзрослеет и, возможно, придёт с опытом. Сейчас вообще отдавался там пару раундов подряд первым. Поэтому, причём так, где не нужно было особо. Ну, смотрим за продолжение. 4-4 по холстам преимущества УВП. Но по позициям, пока по ситуации, пока всё равненько. И в одном раунде впереди Лимон Дог 40 секунд. Вот эта позиция просто любимая. Зря Фокус, кстати, стрелял. Его не начекали. Вообще, с этой позиции любит Скрим очень сильно сидеть. Как бы прямо он там садится. И у-у-у. Ау-у-у. Нет, это фейк. Это фейк под Б. Фейк под Б. Вейвер Берг. Смотри, кучера стянули. И Доси Адран. Я жду, пока Берг когда будет стягиваться и переходить. Да, Берг вводит. Вейвер. Ну, надо забирать было. Адрана включаю. Сейчас он будет умирать на коврах. Нет, 2 в 3 всё. Тяжело здесь Доси. Убили Адрана. 3-4 ситуация. Нормально всё. 3-3. Тащи Доси. Ещё пару ходжотов просим. Он увидел десант. Все, все, все. Надо ждать. Теперь тут остается только ждать тиммейтов. Как бы надо отдавать этот плент уже по-любому. Он постоит. Прочек Оливейвера не вышел. Вот нужен был второй стрейф. Но Фокс запер спину мид. Все, 3 в 2. И могут капканом сыграть сейчас в Virtus.pro. Половина жизни. Один красный надо добивать. Итак, ну Кучерок не пошел. Беркетшот в досию. И ключевого лишаются игрока Фокс. Ждут Фокса. Фокс минус сразу. Минус плент. Игра против больших пешков. Смотрим. Фокс нервы. Беркетшот в воздухе. И 1 на 1 против Кучера. Не оставляет ему шансов. Берк тачит раунд. Лемондокс просто дают праздник всем, наверное, фанатам из Швеции своим. Это жесть. Но Фокс тоже как-то, вот я не знаю, ему надо было поаккуратнее. Он вот это как прыгал сверху, пытался помочь своему. Надо было уверенно. Он не знал, он не знал, что чувак под ним, а инфа от Кучера не прошла. Потому что ожидали его увидеть, наверное, за балкой, за дальней. Поэтому Фокс... Смотрел, ну как-то так, и прыгнул-то, ну и удачнее раньше начал стрелять. Не, ну здесь, короче, короче, вот в таких ситуациях, в таких ситуациях, как это, вот тупо сейчас... Ой-ой-ой, минус Твист. Опять Твиста первого. Ангел Молочага просто поломал мозг Твисту. Отвечает Сайп. Вот теперь он начинает работать. Минус Сайп. И этого забрали. 4 в 3. Ну надо этот хоть раунд забрать. Агрессивно. Оу, е-е-е-е. Ну вот догнал Берк. Опять 3 в 2. И будут работать. Да, и просто девайсы, смотри, какие остались. Ну и что, будут работать сейчас все равно над раундом Шведы. И будет тяжело. Как бы, потому что на закрытой позиции ушли. Шведам дали здесь возможность двигаться. Ну, Фокс здесь, как видим, изобретает пока что. Турет. Суперстар. Вообще, Б-Плант у него такой красивый-красивый. Ну и псы немножко в шоке. Так, это либо фейк. Не, буду занимать. На самом деле в шоке сейчас Virtus.pro. Они понимают, вроде их больше. Но по девайсам там все пока очень-очень плохо. По девайсам вообще расклады просто удручающие. Старет, Фамос и Шотган. Вообще, если сейчас Кучер не убивает, то это уже траур. То есть, он мог бы туда подтянуться было, подобрать там на коврах. Но не было вот времени, чтобы туда сбегать. Кучер нормально простоял, проманцевался. А ковров нету, все. Ну, главка от тупика Дутри Мандокс. Ну что ж, Фокс, все в твоих руках, а ты с Шотганом. О-е-е, он их слышит. Попал. Хорош, хотя бы одного Берг остается. А помнишь, он уже брал раунд. Боюсь, эту фамилию. Пистолет, причем, у нас тут еще остается. Не, ну Берг крепкий парень, не проходит катушки. Ставится бомба, Доси не рискует выходить. Есть бомба от Берга. На прямую перестрелку. И один в два будет выбивание ВП с двух сторон заходит. Флэш упало, но у Берга преимущество в позиции было. Хотя его зачекал Доси. Он нюхает фонтан, нет, нюхает ящик третий. Ломай, ломай. Да, ломают. Ломают кучер в паре с Доси. Удачно. Берга. Может быть праздник и на нашей улице. Есть шестой раунд. Да, ну что, надо два ВП. Или сколько там им надо вообще? Двенадцать у них сейчас. Да. Двенадцать раундов. Ну, против тринадцати. Двенадцати это, конечно, тяжело. Но в экономике, посмотри, просели все-таки Лимандокс. Есть шанс сравнять, выйти вперед. Ну, и Лимандокс играет эко-раунд. И, в принципе, вот хорошая возможность у Virtus.pro сделать счет 13-13. И еще улучшить свою экономику. Опять они сравнивают. И опять они где-то чуть-чуть впереди. Раунд, кстати, у ВП, кстати, раунд играется не в аркаду. На дуге, кроме вот... А, ну тут Сережа вообще... Ой-ой-ой. Вообще вот с этой позиции можно убить бревна очень четко. Там видно голову. Но Фокса здесь плотно слил. Вот не знаю, почему он не боится попасть на стрейф. Все четко, все четко, уверенно. Кучер, минус 2, вот он B. Давай, зажимай. Давай, и хорош. Оу, с Доси. Ну там только один минус Фоксу достался. Ну нормально. Доси захалявил, заправил, а ассистил. Это отмечает статистика в любом случае. Посмотри, Ангел в аркаде наиграл как А. Хорош, хорош. Нет, ну вообще молодцы. Неужели, вот если они и сейчас играют агрессивно с А плента, я буду просто... Теперь банан, 3 банан будет, скорее всего. Да, да, да. Я не думаю, что они будут отмораживаться, там сейвить. Будет просто выход с бананом. На вейвера, да, понимаю, что... Не, они знают, что просто там медленная игра в любом случае, или мандокс будет после таких агрессий пода, как бы, да. Сейд Доси за спиной с гранатами, он их, если что, отфлешивает, а двое пушат банан. Доси никого не флешит. Он уже ушел. Он стоял сначала за третьим ящиком, ждал врыва. Если врыва нет, он уходит, и все. Блядь, там, кстати, флешка. Что дает ангел? Ты посмотри на него, просто капитан уверенности. Ну, сейчас, если... Не, посмотри на размены. Смотри, Твист пошел на размены играть, и... Твист, Твист, умри, Твист, хороший ангел! Твист просто дохнет, как Глист, и ангел контролирует мидл. Сдулся, Твист. Да, все, лимандокс заперли. Отлично сыграли Virtus.Pro. Вообще, самое главное сейчас... Хорош, Берг и Сайд, поем. Ну, я думаю, да, тут уже просто не упустят возможности ВП, и лимандокс понимает, что... Ну, на этот раз Б, просто жесткий ВП в такой ситуации. Опс, Берг, Берг, посмотри, всего-то подождали, и 3 в 2 сделали. Всего-то еще раунд не закончен, ну, надо, надо завершать. Ну, начали опять ломиться ВП. Вот выигрывают перестрелки, все хорошо, почему не посидеть, не подождать. Знают же, что оппонент со второго мидла никуда не ушел. Ну, если только подошел в упор под ковры, и то тебе можно чекнуть, как бы. Ну, что, добейте уже, успокойте нас, ребята, и выходите вперед со счетом 14-13. Пока что. Ну, то не пост дым решают сыграть. Даешь, 14-й раунд, безус-про, давайте, чуть-чуть осталось. Буквально, и вообще по игре чуть-чуть осталось. Чуть-чуть усилий, и все получится. Флэш-20. Хорош, хорош. Адрен, преимущество. Дося. Ну, и Дося все-таки, да, здесь ставят. 14-13, ВП выходит вперед, не сдается российская, Украина. А это снова, а это снова минус деньги у Лимандокс. Сейчас будет в левой бай, друзья. Либо эко, либо эко. Ну, что, на 15-м соперника играть, думаешь, захотят? Да, видишь, видишь, такие вот. Купили граната, и все. Играем на 15-й раунд соперника. Ну что ж, уже играют на овертайм Лимандокс. По крайней мере, с надеждой на него. И играют эко-раунд, отдая Virtus.pro 15-й раунд. Бегут просто на B, а там сейчас будет дискотека. Ну и Фокс тут должен... Надеюсь, тут никого вот так вот. Что ты делаешь? Фокс тут зафармил гранатой сразу двоих. Фокс, что ты делаешь вообще? Стоишь, сердце чуть не екнуло. Вот что сейчас там дося делал, непонятно. С Фоксом-то. А там дым, походу, лежит, или я не понимаю? Ну, пока что нет, уже все вернулись и уже убежали. Наналевся команда из Лимандокс. Берг тут бежит с Кольтом. С Досиным. С Ангела Кольт. Кучер-центр контроля. Ангела Кольт была, да. О, и Адрен тут тоже вписался в 20-ку. Бомба уже лежит на центре, ее видят Virtus.pro. Но добить последнего, да, есть. 15-13. И теперь Лимандокс нужно два раунда подряд тащить. Ну, на что они сливали? У них такая ситуация, ее поставили. Ну, они будут стараться, будут стараться вывести на допы. Ну, их, конечно, ВП загнали в рамки. Вот ВП именно опытом здесь взяли, как бы то, чтобы по раундам... Просто подборка взятых девайсных раундов по раундам сложилась очень четко. Очень четко. И... Мужик, последний раунд... Смотри, и вот она ошибка пошла, походу. Мы не видим уже раундов 6-7 твиста. Его нет. Вон, вон, вон там вот твиста. Вот там вот твист, вот он, вот он твист. Сейчас посмотрим. Вот видишь, твист ждет Ангела, смотри. Может быть, он сейчас получит по шапке, нет, не получит. Зажб ждал. Ну, там твист тоже был, как бы, активный участник, он вообще... Вообще всего две возможности будет у Virtus.pro закончить. Вообще, это уже, ну, вот как бы можно сказать, несложившееся, неудачное. Они были прочитаны. Ремондокс просто будут дальше продолжать нарабатывать преимущества по минусу. Сделают еще один, и там уже будут перетяжки под Б. По-любому. Ну, если удастся сделать, то это респект, конечно. Опа! И Адрейнец. Ну, все, убили А, и вообще отлично расклад. По-ходу, первая возможность канула. И Ремондокс сейчас все-таки возьмется. Ну, потому что, вот почему у Ангела... Вот почему он стал играть в аркаду? Подожди, подожди, подожди. Ну, надо задуматься, почему они стали играть в аркаду, когда это было неоправдано. Что ж такое? Когда слоу-плей соперника за всю вторую половину просто доказан вообще. То, что парни раки сидят на втором виде. Не, ну куда им уже аркадить было? Ну, куда? Поаккуратнее уже. Ладно, смотрим, смотрим. Еще не конец. Еще три игрока живы. Ну, правда, Б пассивно играется, отдается и уже спокойно заходит. Хотя не спокойно. Фокс дает минус. Когда что там забрало в Эвера? Три в четыре. Еще бы один минус. Три в три было бы вообще замечательно. Есть АВП, но вот оно не понадобится уже. Все зависит от того, как Фокс сейчас выстоит. Если он выстоит здесь, как бы, и даст какой-то фарк. А он пошел. Все правильно. Ему некого ждать. Ему нужно вот так вот делать. Убили уже Досио. Два в четыре. Два брата. Два брата. Короче, тупичок гоблина. На, в голову. Вот он, твист. А вот и твист появился. Нарисовался. Решил, знаешь, так. Да все, это турба для Virtus.pro. Это 15-15 сейчас просто будет. Да подожди, нажми тап вообще. Что у нас там? Бабло есть? Да бабло есть. Бабло есть, но я не думаю, что... Я не думаю, что сейчас Virtus.pro сыграют правильно, потому что у них это тренд играть просто вот в последних раундах, как не надо. Посмотрим. Опять же... Ладно. Забыли. Еще будет возможность закончить игру в основное время. Напоминаю, на трене, на последней секунде, на первой карте, благодаря, ну не знаю, просто вот доли секунды не хватило игроку Лимон Дог сделать счет 15-15. Именно долю секунды. Посмотрите, потом повтор этого матча первой карты именно, когда Virtus.pro сначала вели, там чуть ли не 7-0, а потом проигрывали и классно, классно была первая карта. Но теперь вот смотрим. Хочется, чтобы все так получилось хорошо. Ну вот смотри, опять, опять, опять аркада. Опять аркада сейчас будет. Только на мид. Либо на второй. Нет, ушел. Нет, ушли. Дали флэш. Наконец-то догадались там о слоу-плее. Ковры откидались. Фокс даже. Вроде бы и давит, но просто... Где ковры откидались? Ладер-на-дер, накидал ковры туда. Дымчик дал. Ну что, закрыл он здесь просто типом проход. Да-да-да, теперь покажи нам Фокса. Да на самом деле дым там не решает, как бы. Что Фокса? Фокс стоит на этой же позиции, как и стоял. Ему второй дым накидывается по таймингу после первого. И все, и он ждет здесь десанта. Но десанта не будет. На самом деле надо было пушить просто. На самом деле, Емман Докс тоже теперь не знает, что делать, когда на них не прут. А что дальше? Надо идти вперед потихоньку. А время идет. А долго тут чухаем. Емман Докс знает, что делать. Они все равно на опен фраг сыграют под А, скорее всего. Минута. А вот сейчас Кучер тоже сыграет. Первый фраг команды Емман Докс подходит на центр пока. Ну, либо нет, либо... Ой, все, да, неудачно. Уходи, Кучер. Уходи, нужно почуять. Ну, помогают от флеша. А он услышал, он услышал полтора и промазал помиду. Не, не, выстрелил, выстрелил, промазал. Все, вторая флешка в центр. А время дойдет, а пацаны на центре до сих пор стоят. Но зато... Не, ну шведы со своей стрельбой могут в пятером вывалиться вообще на двадцатку и забрать от пафа. Да я это говорю, пожалуйста. Давай. Ты просто не делай паузы, а потом... Я не делаю паузы, я говорю, шведы могут просто на стрельбе в пятером выйти на двадцать и забрать. Вот они выходят, все. Их просто могут отхидать в последнюю секунду. Можно в конце концов не успеть поставить бомбу. Да кидать-то нечего. Две гранаты на всю команду в Virtus.pro. Вот только что Доси выгнул две. Фокс, хорош. Вот это плохо. Ну вот и вся позиция Фокса убита. Без заняли как бы... Ну убить теперь Сайпа. Сайп дал минус, Доси забрал. Три в три. И... Что там надо? Да, бомба стоит. Хорош Кучер наконец-то попадает. Твист остался вместе с Бергом. Два самых сильных крепких парня в Лимон Докс. Б3 и Церковь будут разыгрывать. О, все. Твист это но его... Я тебе сейчас говорю, Virtus.pro проиграли. Все, Virtus.pro проиграли. Думаешь не прочекают? Все, нет, они даже не прострелят. Они уже, посмотрите, в планте. Они идут вообще на прямое выбивание. Кучер минус. Ну что, три в одного. Но... Слава богу. Кучер просто говорит, давай, до свидания. Просто сказал свое слово. Все хорошо, все. Я просто не слышу таймера. Все, успокой меня. По таймеру все нормально. У тебя что-то так все оборудовано, бля. Да не, я просто... Вот сейчас на самом деле нормально ВП вышли. Я вообще ожидал, сейчас опять пойдут через эту фигню. У них просто на инферно... Не проверь, а ты их убьют. Да, да, да. А этот угол... Этот угол, короче, из-за этого угла проиграли игру французам на прошлом StarLadder. Из-за этого угла, из-за одного. Просто не чекнули. Где спряталась вообще вроде как баба, которая просто взяла и потом отжала по-троим. Нажми тап еще. Там уже все. Там все вышли с сервера. Просто Кучер такой красавчик. Кучер, Кучер настолько красавчик, что он даже из сервера не вышел, скриншоты делает, видишь? Он просто попал, все и... Фух. Ну, на нервах прошла сегодняшняя игра. 16-14, 9-16, 16-14. Победа команды Virtus.pro. Они выходят в полуфинал, где встретятся с топ-2 командой мира, французской командой VeryGames. Это пройдет... Напомни, Слэм, какого числа? Это пройдет вроде бы как восьмого. Шестого или седьмого, ты, по-моему, говорил. Ну, или шестого или седьмого, там непонятно. Следите за нашей группой ВКонтакте. Сейчас я вообще скажу. Да у меня вот в моей ВКонтактовской группе есть там целый просто репортаж с расписанием. Вот, да. Как бы и... Шестого, седьмого. Шестого, седьмого. Первые полуфиналы. Матч за третье место восьмого. Мы его не смотрим. И десятого финал. Ну, в общем, организаторы нам объявят. Седьмого или шестого числа будет играть Virtus.pro. Этот матч нас очень сильно интересует. Во втором полуфинале НИП сыграют с Аннексис. Это тоже все будет на сегодня. Мы с вами прощаемся. Тафа и Слэм были у микрофонов. Спасибо, что смотрите нас. Заходите, пишите. Увидимся. Увидимся шестого или седьмого. Или... А, и самое главное. Одиннадцатого числа стартует сезон Старладдера. И могу сразу сказать, что вот есть анонс уже на CSGO. Регистрируйтесь на аматорскую серию. Там тысячи долларов призовых. Ну, и на CSGO Старладдер ТВ вся исчерпывающая информация. Ну, а я увижусь с вами, как мы уже сказали, шестого и седьмого числа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok